В эфире Интеркор. Самые интересные и обсуждаемые новости Магадана из социальных сетей за неделю. Здравствуйте! История нашего края достаточно колоритная. Большой випла связан, к сожалению, с трудом заключенных. Отсюда и происходят некоторые стереотипы. Например, что Магадан целиком застроен тюрьмами и население там соответствующее. Пусть миф давным-давно развеян. Даже Владимир Семенович Высоцкий пел о том, что убийц у нас не больше, чем в Москве. А потом уложит чемодан и в Магадан. Однако есть те, кто просто не слышал Высоцкого, либо не поверит, пока не увидит собственными глазами. Благо теперь можно и не летать к нам на Колыму, а просто посмотреть по город через гугл-карты. Чем и пользуется герой видео. Блогер прошелся по всему городу, по городскому парку, по нашим микрорайонам. Но, к сожалению, как бы ему не хотелось найти тюрьму, он так ее и не нашел. Искал не очень внимательно. Зато оценил другие достопримечательности. Мои, сколько копеек старых авто тут. Так. Такие дома старые классные вообще. Супер. Все-таки колымчане без рыбалки и никуда. Сколько бы им не запрещали выходить на лед, они все равно идут туда порыбачить. Уже и весна скоро, но энтузиастов зимней рыбной ловли полным-полно. Игнорирование предупреждений часто выливается в ситуации, когда приходится вытаскивать свой автомобиль изо льда и вызывать подмогу. Поэтому в следующий раз без машины уже и не порыбачить. Ну или давайте смоделируем ситуацию. Вы приехали к проруби на своем автомобиле. Автомобиль проваливается под лед. Просто потому что. Вы вызываете эвакуатор и он проваливается под лед. Вы вызываете другую машину, чтобы поднять уже эвакуатор и топите ее тоже. Думаете, такого не может быть? Сразу скажу, вы не правы. Утопил Ниву, приехал за ним кран, утопили кран. А теперь приехали мы за ним и утопили еще КАМАЗ. Выходит, рыбалка очень азартное занятие. Кто бы мог подумать. Для хорошего и продуктивного рабочего дня необходимо соответствующее настроение. Просто если ты, например, не выспишься, то и работать не сможешь. Может быть, спустя несколько часов только тогда. Поэтому, когда ты ранним утром слышишь из своего окна такое, это можно считать сразу неудачный день. Субтитры сделал DimaTorzok Видимо, проблема бездомных собак и толкнула магаданцев на ужасный поступок из следующего видео. В поселке Армань произошло массовое убийство домашних животных. Найдено более 8 трупов собак. Сгинули в поселок, прямо в помойку. Вот рядом жилые дома находятся. Центр поселка. 10 часов, соседи говорят, 10 часов стреляли. Позже выяснилось, что не все животные были бездомными. У некоторых были хозяева. Другие проживали в подъездах. Их подкармливали жильцы. Но хочется закончить на позитивной ноте. Пусть противостояние животного и человека зачастую заканчивается плачевно, маленькие стычки среди двух мохнатых могут вылиться в забавную ситуацию. Обнаглевший лист пытается отобрать у кота честно заработанный корм, но тот отчаянно сопротивляется. Вражда здесь неудивительна, ведь эти двое представители разных семейств. Так что, будь здесь еда или нет, вряд ли бы они поладили. Мы принимаем любые сюжеты о жизни нашего города, будь то положительные стороны или негативные. Участниками сюжета можете быть вы или ваши питомцы. Кто угодно, о ком угодно. В пределах разумного, конечно же. Мы расскажем о самом интересном. Все, что нужно, прислать свое видео в WhatsApp или Telegram на номер 8 994 250 5773. На этом все. С вами был Алексей Кузнецов. В следующую пятницу мы поговорим о том, что больше всего интересовало магаданцев на просторах интернета. До встречи в сети.